Всем привет, с вами Алис Канабельлаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни и делаем вывод о катаклизмах. Начинаем с Северной Америки и смотрим частоту воздуха. Вот мы видим здесь Нью-Мексика, так и продолжается пожар, а по великим равнинам ветер разносит пыль. Пыль эта берется с Мексики, вот отсюда, с юга она поднимается на север. Ну, судя по всему, где-то пожары вот здесь в центре Бразилии, а где-то тоже пыль здесь гоняется, видать там, где уже все сгорело. В Сан-Диаго пятно домовое, то же самое в Кейптауне, в Дурбане, в Притории, видать, что прохладно. В Сахаре все как-то сместилось сюда, ближе к юго-западу основные события. И вот здесь вот на западе Африки тоже видно в районе Дакара, Мавритания, здесь сильные бури сейчас. А в Саудовской Аравии на Ближнем Востоке воздух относительно свежий за счет западных ветров и такие неприятные ощущения только вот на юго-западе Саудовской Аравии в районе Персидского залива. Так, Европе все прекрасно, в общем-то в целом чуть-чуть совсем пыли вот здесь в Центральной Азии, в Казахстане. Но вот Северная Сибирь здесь в районе Урегона Гоя. Здесь продолжает гореть. Горет здесь также вот немножко мы видим в районе Тюмени еще осталось. Красноярск здесь продолжает гореть. Вот Матвею Кузнецову очень жалко. Красноярск, что там пожары такие. Вот Братск здесь тоже окрестности вот этот леет и ветер идет северный сюда в сторону Иркутска. Вот Алексей Покровский пишет. Восточная Сибирь бодренькая, не то слово. Несмотря на солнце, ветер ледяной, пронизывающий, земля холодная даже в солнечных местах. И пожары тоже оптимизма не добавляет. На Дальнем Востоке мы видим тоже здесь пожары сейчас. В Китае у нас задымление от производства. Вот здесь смотрите на юге прямо у Ханоя такие пятна появились. Мьянме тоже. В Индии ситуация не меняется. Также там пыль висит. Даже когда на самолете летишь, видно, что все какое-то такое пыльное. В Австралии, но только очаговые какие-то возгорания, не более того. Ну что, можно посмотреть теперь какие осадки, что нам подготовила природа. Ну вот в Англии, в Уэльсе сейчас осадки. Так-то в Западной Европе вроде бы так. Это мы сдвинулись чуть-чуть. Давайте вернемся. В Англии, в Великобритании, в Ирландии осадки. Также в юг Норвегии, запад Швеции. Ну и на севере здесь тоже осадки присутствуют. Вот циклон сейчас находится уже Южный Урал и даже за Урале. Поволжье чуть-чуть оказывает влияние. И, соответственно, за ним устремляется такая очень мощная прохлада. Гроза у нас в Румынии. У нас вчера была гроза, сейчас, видать, вот все переместилось сюда на Балканы, в Южную Италию. Также гроза продолжается вот здесь вот в республиках Кавказа, в северо-западном Иране, в восточной Турции. Ну, на Ближнем Востоке вроде бы как осадков нет. Юзер-юзер. В Украине сейчас очень сильный разлив рек, особенно в Черниговской области. Я смотрел видео, там ребята в шоке. Река десна разлилась так, что люди на лодках плавают, всю область залила. Говорят, что 9 лет там такого не было. Но я не могу понять, почему так. Так как сейчас сильных осадков не было. Это, наверное, сезонное. Ну, хотя сезон в марте, когда снег тает. Но что можно ответить на этот вопрос? Если вы помните, всю зиму потихонечку там подливало, подсыпало. Вот воды было много. То есть вообще вот последние полугодия в Украине было довольно-таки влажным. Если до этого засуха была, то сейчас влажным. Так, смотрим на севере. Здесь все прекрасно. Вот Муфат пишет из Архангельска. Наконец-то закончилась арктическая погода. Солнечно и теплеет. Сегодня плюс 10. Завтра плюс 15. После завтра плюс 19. Ночью заморозки, но они уйдут. Ночи уже почти нет. Светло. Природа только начала оживать. Представляете, какая прекрасная погода стоит. И вот комментарий, если мы возьмем от Светланы Светикова, которая проживает на юге, вот здесь вот, Ростове-на-Дону. А у нас две ночи заморозки. Померз виноград, помидоры. И что-то сегодня горело. Весь город и окрестности в дыму был. Представляете? То есть на юге России, да, вот в Ростовской области, Волгоградской области, там жалуются виноградари. 80% урожая уже погибло. Понимаете? Вот еще и помидоры начинает мороз также подхватывать. Никита пишет, у нас сегодня утро было минус 2, похолодало резко и весь день холодный ветер дует. Да, вот из-за того, что антициклон остановился, поэтому в Сибири. Теперь довольно-таки сильный ветер. Плюс вот граница с циклонами, как всегда, возникает опасность сильных ветров. Ну что, смотрим дальше. Так-то осадки по северу Евразии. Вот здесь вот юг Якутии такая полоса. Снег дождевает чуть-чуть в Чукотке. Вот у нас высадка происходит циклона сегодня в Индии, поэтому давайте посмотрим, какие города у нас пострадают в связи с этим. Так, куда все делось? Вы понимаете, что-нибудь? Был же циклон. А, вот он. Извините, что-то я перепутал. Ну, был циклон. Вот города это Гунктур и Нилор. Ну, это юго-восточный. Да, вот к северу от Чиная. Вот Чиная, вот, да, крупный город, который известный. Вот к северу от Чиная. Здесь явно сейчас проблема. Смотрите, сколько осадков. Сильный ветер также. Высаживается циклон, поэтому здесь можно в Восточной Индии выносить предупреждения. Также непогода у нас в Южном Китае. Мы видим, такая полоса непогоды, но не покидает Китай пока в сторону Японии или Кореи не идет. Пока так и остается в Китае. Вот еще один циклон в Южном Индийском океане, но особого влияния не оказывает. Вот третий на юго-восток от Мадагаскара пока тоже чуть-чуть на самый-самый юг небольшой дождик дает. И вот циклон сейчас на северо-востоке Австралии. Здесь посерьезнее. Да, тоже Австралия, можно выносить предупреждения. Здесь серьезные осадки. И здесь, соответственно, получается, как у вас Таунсвилл и какой-то Хью-Энден в Квинсленде. Эти города, которые наиболее будут подвержены атаке стихии. Так, смотрим в Новой Зеландии. Вроде бы хорошая погода. Здесь так антициклон стоит, как щитом закрывает Новой Зеландии от непогоды. На Аляске улучшилась погода, то есть циклон распался. Там только в горах остался снежок. То же самое в Канаде. Вот только у Гудзонова залива сюда с Великих Равнин поднялся этот циклон. Ну и вот он за собой. Вот ветер такой тянет южный. Соответственно, с Мексики идет пыль и тепло на север в сторону Гудзонова залива. А этот циклон на востоке, он заперт антициклон. Смотрите как. И ему деться некуда. Стоит на месте. И поэтому здесь на восток северный ветер дует США. Так, смотрим в Африке. Все прекрасно. Мы с Каскаром обсудили. Давайте посмотрим, какие изменения произойдут в ночь. В ночь, смотрите, на Великих Равнинах как раз по хвосту, вот от этого циклона, вдоль хвоста в районе Великих Озер. И вот здесь вот Техас, север Мексики будут сильные грозы. Так, осадки будут. Вот Южный Урал. Ну, растянутая такая небольшой дождик. Вот на Балтике какой-то дождик соберется. Ну и Магаданской области. Вот здесь вот тоже область низкого давления. Возможно, там снежок где-то выпадает. Так, циклон в Индии продолжает замачивать Индию. И вот юг Китая сейчас вызывает опасения. Смотрим завтра днем, что произойдет. Но в Поволжье завтра. Поволжье будет. Он крутится на одном месте. Циклон особенно никуда не идет. Пока в Штатах вроде бы все спокойно. В Индии тоже рассыпается на множество гроз. Циклон далеко не сможет пройти вглубь Индии. Но на востоке Индии, по крайней мере, улучшение наступит. Жара будет не такая уж сильная и даже даст немножко прохлады. Антициклон здесь вот над Сибирью так и стоит. Циклон этот в итоге кружился-кружился и вернулся обратно на северо-запад Казахстана. То есть, кругами ходят. Смотрите, циклоны ходят кругами. Вот этот вообще заперт. Смотрите, прям его заперли. И он ни туда, ни сюда не может попасть за счет области высокого давления, которое восстановилось над Северной Атлантикой. Ну, также вот можно сказать, что дожди в Дании будут и в некоторых странах Балтики. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас с температурами. Начнем со Штатов. Там опять резкий перепад температуры. Смотрите, на Западе как холодно. И жара вот отсюда с Мексики идет в Канзас-Сити уже утром плюс 24. Здесь в Далласе, в Оклахоме плюс 25. А в Денвере всего плюс 5 градусов. В Бойсе минус 2. Метфор 2 градуса. Сан-Хосе на побережье всего 6 градусов. В Лос-Анджелес 9. То есть, очень-очень так прохладно. Да, вчера вот завалило Канаду, кстати, осадками. Там об этом писали, что не ожидали они в мае осадки. Но вот теперь он еще и минус пришел. Здесь минус 1, минус 4. Такие температуры. Минус 5 он ел на Айфе на севере. А на восток Канада сюда тоже тепло загоняет. Поэтому в Атаве плюс 11. А вот в Мусоне, на побережье, кстати, залива, здесь плюс 16 градусов. Что весьма и весьма неплохо. Так, смотрим теперь, что у нас в Европе происходит. В Европе у нас жара потихонечку приходит. Смотрите, из Испании поднимается во Францию и дальше в Германию и в сторону Швеции. И это как бы не совсем ожидаемо. Потому что, ну, немножко раньше сезона началась жара. Пришла она с Марокко. И, кстати, вот там ребята написали, что в Европу идет жара. И почему-то указали, что в Марокко до плюс 40 градусов. Почему-то вот здесь вот где-то на юге Марокко, на Сахаре плюс 38. Вот Тиндуф в Маракеше плюс 36. Почему-то это указали для Европы. Как? Непонятно. Вот. Ну, мы видим, что в Мадриде плюс 25. В общем-то, нормальная такая погода. Это больше характерно для лета. Но в целом мы не жалуемся. Смотрим в Восточную Европу. Здесь прохладно. Здесь прохладно. Вот. Пишут, что вчера в Нижнем Новгороде тоже снег выпадал. Сергей Округин пишет. Во Владимире Андрей Бирюков пишет. На улице снег. Май-то чего. Вот. Петропавловск-Камчатский тоже пишет. От снега отделаться не может. Плюс некоторые модели пишет. Вот Артем Русак. Что на четверг могут быть порывы ветра сильные в Белоруссии. Ну, посмотрим. Это перепад температур. Почему? Потому что здесь мы видим, идет жара с этой стороны. А с этой стороны опускается холод. Соответственно, смотрите, в Пензе всего плюс 5 градусов. Не жарко, да? Для мая-то. Ну, на юге, вот на Кавказе тоже мы видим. Жары нет. Так же, как и в Восточной Турции. Вот. Тепло. Вот здесь вот через Омск, получается, в Западную Сибирь. Смотрите, Тюмень плюс 21 прогрелась. Нигань, Ноябрьск, Цургут 20 градусов. То вот было пару дней назад там снег выпал. А теперь вот у нас плюс 20 градусов. Представляете, какие перепады. Ну, Средняя Азия отличная погода. Где-то 20-25 градусов. Получается, в Сибири прохладно. Плюс 8 градусов. Вот. На Западной Сибири и Новосибирске потеплее. Плюс 15. А вот в Иркутске всего плюс 7 градусов. Якутске так вообще минус 1. Магадан 0. И Петропавловск, Камчатске всего 3 градуса плюс. Так. Ну что, можно теперь посмотреть, что интересного будет ночью. Произойдет. Ну что, в общем-то, заморозков уже, наверное, не будет. Может быть, кое-где. Только в каких-то локальных местах. Так-то уже более весенняя ночь будет практически во всей Евразии. Практически дойдет даже до Якутии. Холода останутся только это Таймыр, север Чукотки, северо-запад, Магаданская область. В Штатах, в общем-то, также перепады сохранятся. Основной вынос тепла будет в сторону Великих озер. И прохладно на Восточном побережье, и на Западном побережье. Так. Давайте завтра посмотрим. Ну вот завтра, да, прогревается. Смотрите, Европа, Польша прогревается. И вот здесь вот, возможно, конфликты. Потому что здесь вот область низкого давления создает ложбину. И где вот эти пересечения, то, возможно, сильные грозы. И, соответственно, при грозах порывы ветра. Ну вот так, смотрите, уже вся Сибирь теплеет, Урал. То есть погода становится реально хорошей. Ну а теперь давайте посмотрим 19 мая. Здесь мы видим разогретую Европу. И здесь, кстати, смотрите, во Франции возможен катаклизм. Потому что здесь идет полоса такая, похолодание. И в Восточной Европе тоже вот здесь на границе мы видим жара. Встречается с холодом. Который идет с севера, прямо с новой земли. Сюда идет опять в сторону Кавказа, Турции. Вот. То есть прохлада не покидает этот регион. Ну, в США мы видим, что перепады вроде бы как исчезают. И более-менее становится стабильная погода. Ну, на этом все. С вами был Алекс с Канабель-Лабжи. Отличного прожения! Да. Да.